Ну что ж, всем привет, меня зовут Сергей и добро пожаловать в игру The Sims 4 на работу. И сейчас я вас познакомлю с моей новой семьёй, которую я специально создал для этого дополнения. Семья, у которой фамилия Ребровы. Давайте же сейчас внимательно вспомним сериал Маргоша. Да, я сейчас немного подсел на этот сериал, поэтому, да, я его присматриваю заново. И поэтому я решил создать у нас такую маленькую семью Ребровых. Первая это у нас девушка Маргарита Реброва. Вот она, правда, у нас глаза закрыла. Но ничего, Маргарита Реброва, она у нас вот так вот одета. Дальше у нас парень, её муж, это у нас Игорь Ребров. И мама Марго, её зовут Антонина Антонова. Она не Реброва, потому что наша Марго Реброва по мужу. Поэтому девичья фамилия нашей Марго будет Антонова. Вот так вот. И что ж, мы начинаем нашу игру. Надо убрать, так, надо убрать стены. Так, и начинаем нашу игру. Если это дополнение на работу, мы сначала устроим наших персонажей на работу. Итак, начнём, пожалуй, с первого персонажа, наша Антонина Антонова. Она у нас будет работать... Так, семья карьера. Вот, найти работу. Она у нас будет работать медработником. Она у нас как бы самая старшая, и она у нас будет врачом. Итак, мы выбираем ей работу доктор. Вот так, доктор. И нажимаем на галочку. Всё, она у нас стала доктором. Карьера доктор. Дальше. Марго. Марго у нас будет работать... Маргарита у нас будет работать, скорее всего, либо детективом, либо учёным. Давайте, наверное, посмотрим. Мне кажется, для Марго лучше подойдёт учёный. Она у нас будет заниматься всякой техникой различной. Мы выбираем ей карьеру учёный и нажимаем галочку. Так, и наш муж Игорь Ребров найти работу. И сейчас мы дадим ему работу военного, то есть детектива. Выбираем профессию детектив, нажимаем на галочку. Итак, наши персонажи получили свою работу, поэтому будем ждать, пока они... Отправиться на свои работы. А сейчас пока, наверное, осмотримся в этом доме и, скорее всего, его немного обустроим по-своему. Потому что... Потому что этот дом у нас вроде бы хороший, но он не подходит для нашей семьи. Потому что в нашей семье три персонажа, здесь одна кровать и... Немного он неуютный. Перестройки дома нам, скорее всего, придётся сейчас... Немного просто подвинуть мебель, но перед этим нам придётся всех членов нашей семьи вывести из дома. Так, иди сюда. Иди сюда. И... Иди сюда. И все быстренько-быстренько-быстренько выметаются из дома. Для того, чтобы мы его с вами перестроили. Итак. Я, наверное, перестройку сейчас под музычку бодренько вам перемотаю. Потому что... Ну, что слушать мою болтовню, поэтому... Поехали. 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 Ну что ж, вот и наш дом готов для нашей семейки... Ребровых. Да, постоянно забываю новые фамилии, которые я создаю в семьях. Но ничего, это более... Это уже будет исправимо по ходу летсплея. Ну что ж, давайте начинать нашу игру. Наши персонажи стоят на улице. Давайте мы, наверное, их запустим домой всех. Так, пускай наша бабуля идёт домой. Так. И наша Марго тоже идёт домой. Белла. Нет, Катерина. Я думал, это была Белла Готт, но нет. А, так. Обнять. Но они же всё-таки муж и жена. Им нужно повышать их неромантические отношения. Пускай они общаются. А, так, и через сколько времени они отправятся на работу. Наши мама пошла читать книгу. Да, почему у нас один такой маленький телевизор? У Марго есть действие жаловаться на размер телевизора. Так, мы сейчас же это исправим. Нам нужен нормальный телевизор. Нет, это сильно маленький. Нет, это сильно большой. Блин. А, никогда не любил разворачивать мебель. Она мне никогда не даётся почему-то. Ну, ладно. Итак. Мы поставили новый телевизор, и, наверное, у Марго уже пропало действие. Почему жаловаться на размер телевизора? До сих пор оно есть. Практичный. Это потому что у неё есть действие практичное, точнее, характер, практичность. Итак, они у нас все голодные. Давайте пускай наша мама... ...серкнет, что эта книга упадёт, приготовит нам, наверное... ...макароны с сыром. Размер семьи. Мы приготовим блюдо на всю семью. Так, надо стену убрать. Мне так неудобно играть. Вот. У наших, конечно же, Марго и Гоши в будущем появится ребёнок. ...который... ...тоже... ...которому здесь придётся делать отдельную комнату. У нас, благо, ещё место для одной комнаты есть на заднем дворе. Мы там сможем разместить ещё одну комнату. Да, пока наша мама готовит нам обед. У нас кокетливое настроение у Гоши и счастливое настроение у Марго. Так. Наверное... Давайте пускай они... ...пообщаются ещё немного. Вот. О, а наша мама уже приготовила нам обед, так что всё, хватит. Прекращаем болтать, взять порцию и... ...взять порцию. ...потому что они у нас голодные и хотят кушать. А, на Марго нам места не хватило. Ну... Увы. Так, пускай они сейчас поедят. У нас на заднем дворе кто-то знакомится. Ладно, пускай. Ээээ... ...в 10 утра на работу Гоши. В 10 утра на работу Марго. И в 7 утра на работу нашей Антонины. Ээээ... Так. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это... Эльза Хайзенберг. Это девочка, которой я играю за пределами летсплеев. Эльза Хайзенберг. Да, а это... Носов... ...Васильев. Вот. Хайзенберг. Девочка, с которой я играю за пределами летсплея. Это же круто, когда симы ходят... ...прям под боком у тебя. Причём, твои же симы. Вот. Пускай они там ходят, бродят. Наши пусть общаются. И так, до работы 3 дня. У нашей... Антонины 3 выходных сейчас. То есть, сегодня она не работает. Потом среда и четверг у неё выходной. Марго. Марго завтра работает. И Гоша. Гоша тоже завтра работает. Эээ... Вот. Эээ... Пусть они у нас... ...живут. Ой, я ни разу не видел вот этого вот мудлета. сверху. Эээ... Эээ... Это что значит? Ну ладно, пусть. Так, а Гоша-то куда пошёл? Ты куда? Тянуться? А... На переднем дворе потянуться не мог? Ну ладно. Давай Гоша-то отправится... ...на бодрую пробежку. А Марго у нас почитает что-нибудь... Эээ... Читать... ...что-нибудь про учёных есть? Нет, про учёных нету. А, значит, читать что-нибудь. Пускай она уж что-нибудь почитает. Гоша у нас отправился на... ...пробежку. Марго читает. А... Антонина, 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 Антонина. Пускай у нас, наверное... ...повышает какой-нибудь навык. Читать, купить книги. Вот, купить книги. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас есть из книг. Что-нибудь по навыкам есть у нас? Так. Для детей. Фэнтези. Документальный роман. Поэзия. Романтика. Фантастика. Мистика. Навык. Вот. Видеоигры. Выпечка. 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 Игра на гитаре. Игра на скрипке. Кулинария. Как стать успешным светским персонажем. Кулинария. Кулинария. Логика. Механика. Обаяние. Пакости. Пианино. Писательство. Программирование. Все это... Ракетостроение. Рисование. Рыбалка. Садоводство. Что-то смешивание напитков. Траволечение. Траволечение. Мне кажется, что вот мы сейчас на траволечении том первым мы и закончим. Мы сразу три тома купим. Вот. Так. И что у нее? Внимательная. Пускай у нее будет милет внимательная. Мне нравится вот эта лампочка, которая только что была. Это, наверное, мы купим книги еще для Маргариты. Тоже по навыкам. Там был навык ракетостроения. Потому что ракетостроение. Это у нас относится вроде бы тоже к науке. Пускай она у нас читать ракетостроение. А где? Нету, что ли? Читать, 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 читать. В смысле? Почему мы? А, находится в ее багаже. Ясно. Так. Ракетостроение. Вот. Первый том. И... И траволечение. Первый том. Читать книгу по траволечению. Так. Пускай они занимаются все своими прямыми обязанностями. Нашего мужа, пока он на пробежке, у него никаких книг для полицейского нету. Поэтому... Пусть они все читают, а он пусть бегает. Пусть он у нас занимается. Приводит себя в порядок и свою форму. Так. Пускай тоже присоединится с ними. Пускай сядет посидит. И на этом мы с вами закончим наш летсплей. Нет, пускай он пойдет, еще один камушек раскопает. Точнее, просто камушек раскопает. И мы закончим на этом наш видеообзор. Вот так мы, грубо скажем, сейчас. Что же там сейчас у нас попадется? Что-то попалось. Ящик, в котором у нас находится... Да, пасхальное яйцо из игры My Sims. Статуэточка. Так, давай, возвращайся у нас, наверное, Гоша домой. Куда мы идти? Иди сюда. И я на этом с вами буду прощаться, ребятки. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте это видео комментировать и рассказывать о нем друзьям. Внизу есть ссылочки на различные социальные сети. Рассказывайте всем о моем канале. О том, что здесь можно поиграть в Z74 абсолютно бесплатно. Да. Все устанавливается. Проверял на себе тысячу-тысячу раз. Устанавливал, переустанавливал компьютер. И много раз устанавливал этот Sims 4 на другие компьютеры. Поэтому, если что-то у вас не устанавливается, это уже не моя проблема. Это уже проблема, скорее всего, либо в вас, либо в вашем компьютере. Да. Вот так вот. Я вас всех очень сильно люблю. Еще раз повторяю, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте его комментировать, это видео. Да, и сам канал можете комментировать. Да. И рассказывать о моих видео, друзья. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока. До следующих летсплеев Z74 на работу с игрой, точнее, с семьей Ребровых. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok